Также то, что касается косметики Доктор Хашко, хотелось бы сразу рассказать о другом замечательном средстве. Это вот такой Маустерайзин Дей Крем. Он в виде такого вот крема молочка, жидкого, с дозатором. Объем здесь 100 мл. Этот крем также рекомендуется для ухода непосредственно для жирной кожи. И что делает Маустерайзин Дей Крем? Маустерайзин Дей Крем прекрасно балансирует. Он менее жирный, чем масло. И тогда, когда я, допустим, не хочу уже использовать масло, потому что масло все-таки, должна вам признаться, оно оставляет следы на одежде. И поэтому в дневное время я его использую только если я нахожусь дома. То этот Маустерайзин Дей Крем очень удобно и очень легко использовать в качестве дневного увлажняющего средства, которое питает, увлажняет, защищает, балансирует и не активизирует никакие воспалительные процессы. Оно очень хорошо как базовое увлажнение под макияж. Оно не содержит матирующих компонентов, поэтому надо понимать, что ваша кожа после использования этого крема будет немножечко блестеть. Но это будет здоровый блеск и здоровой увлажненной, хорошей кожи. Данный крем делает, в принципе, практически все то же, что и делает масло. Оно в более легкой консистенции. То есть, если масло я использую больше как экстренное средство, как средство более сильно, более концентрированное, то этот Маустерайзин Дей Крем я использую как базовое основное средство по увлажнению моей кожи в летний период. Или в зимний, если мне ее надо чуть больше подпитать. Насколько я знаю, сейчас конкретно этот крем снят с производства. Я его нашла в аптеке еще в предыдущей поставке. На данный момент его уже не производят, так как линейка продукции Доктор Хаушков за последние полгода была несколько изменена. Я пока не нашла, чем конкретно его заменили в новой линейке. Мне он очень нравится. И раньше в той линейке, которая была, он существовал, собственно, в двух объемах. Было очень удобно. Один объем, вот этот вот 100 мл, это большой объем. И также он был в маленьком объеме, 30 мл, который очень удобно было брать с собой. Либо, если вам, в принципе, не нужен был объем 100 мл, вы могли всегда купить объем 30 мл и тоже быть им очень довольны. Также в аналогичной большой бутылочке 100 мл у меня еще есть очищающее молочко Доктор Хаушко. Даже обманула вас коварно. Не 100 мл, а 145 мл. Это самая большая бутылочка всех бутылочек Доктор Хаушко, которые у меня есть. Это замечательное очищающее молочко для снятия макияжа. Оно очень мягкое, очень приятное. Оно у меня израсходовано только на треть, потому что, да, оно мне очень нравится, но непосредственно по снятию макияжа у меня есть другие любимые позиции. И данным молочком для снятия макияжа я пользуюсь достаточно редко, честно вам признаюсь. Хотя по всем своим качествам и свойствам оно очень и очень достойное. И если во время ритуала очищения вашей кожи у вас есть время и желание сделать вашему лицу небольшой массаж. И аккуратно промассировать, пальчиками надавить и активизировать и линфодренаж, и расслабить ваши мышцы. То на основе этого молочка вы сможете это сделать легко-легко-легко. Также для массажа лица можно использовать вот это вот замечательное масло. Оно тоже, я думаю, что будет неплохой и очень качественной основой непосредственно для вечернего массажа вашего лица расслабляющего. В Доктор Хаушко достаточно большая линейка масок. Маски в Доктор Хаушко вот в таких вот тубах. Вот так вот они выглядят. Вот в таких тубах. Все они объемом 30 мл. Основных масок 4. Есть Mouseturizing mask увлажняющая, есть Soothing mask смягчающая, есть вот такая вот Revitalizing mask и есть Clearing mask, которая в виде порошка. Несмотря на то, что все маски Доктор Хаушко очень качественные, и я честно могу сказать, что покупала все 4 маски, всеми пользовалась. Сейчас регулярно возвращаюсь я к вот этой вот маске, и моим любимчиком является вот эта вот маска Revitalizing mask. Она замечательная. Да, в линейке Доктор Хаушко есть еще и Ferming mask, то есть получается у нас 5 масок. В линейке Доктор Хаушко у нас 5 масок. Сейчас я вам хочу рассказать вот об этой маске Revitalizing mask. Это моя любимая маска. Я ее достаточно часто использую. Использую и в вечернее время, и в утреннее время. Она наносится на 15 минут на очищенное лицо, и она оказывает комплексное действие. Я ее использую, как правило, если я куда-то иду, я устала, и мне хочется мою кожу оживить, подпитать и чуть-чуть подтянуть овал лица. Она делает все, она потрясающе увлажняет, напитывает, и после того, как вы эту маску снимаете с вашего лица, вы видите, что ваша кожа выглядит значительно более молодой, значительно более свежей и значительно более ухоженной. Поэтому эта маска любимчик, наношу ее часто, наношу иногда 3-4 раза в неделю, иногда даже чаще. Периодически могу ее комбинировать с Gentle Cream Exfoliant, когда сначала я ношу Gentle Cream Exfoliant на 10 минут и убираю все омертвевшие клеточки с моего лица, и потом уже на свежую, на обновленную кожу я наношу вот эту вот маску, которая ее восстанавливает, подпитывает, увлажняет, стягивает поры, ни в коем случае их не забивает, ничего, и очень-очень хорошо работает. Работает так, чтобы действительно это видеть. Следующая маска, о которой бы мне хотелось рассказать, это Clean Clay Mask. Честно могу сказать, эта маска была куплена давно, она у меня еще даже до конца не закончилась. Второй раз я ее, наверное, не буду покупать, просто потому что я не совсем поняла эту маску. Это мое субъективное мнение. В принципе, все, что я вам рассказываю, это исключительно мое субъективное мнение. Я не претендую ни в коем случае на абсолютную цену. Я вам рассказываю мой опыт использования тех или иных средств, что мне понравилось, что мне не понравилось, что я считаю действительно работает, а что можно заменить аналогичными же позициями, но в других масках. Эта маска отличается от всех других масок Dr.Hauska тем, что она вот в такой вот баночке, которая раскручивается, и там мы видим порошок. Рыжая мелкая пудра, в которую вы добавляете воды, несколько капель можно добавить тоника, либо я иногда добавляю несколько капель вот этого вот средства для распаривания лица, потому что она у меня все равно есть, и я его на данный момент для распаривания лица не очень активно использую. Дальше этот порошок смешивается с водичкой до густой такой субстанции, которую, собственно, вы наносите на ваше лицо и оставляете до полного высыхания, после чего смываете его водой. Эта маска работает, она действительно подсушивает, она действительно стягивает поры, но конкретно мне вот эта вот история с порошком, с разведением, с нанесением, плюс даже при тщательном смывании у меня по линии роста волос этот порошок периодически забивается, и потом, когда я вытираю свое лицо белым полотенцем, а я безумно люблю белые полотенца, к сожалению, на моем белом полотенце остаются вот эти вот рыжие пятна от этой пудры. Что касается непосредственно глиняной маски для жирной кожи, я все-таки считаю, что самая лучшая глиняная маска из тех, которыми я пользовалась, это все-таки маска Dermalogica, это Sebum Clearing Mask от Dermalogica, которая действительно-действительно работает.